Приветствую вас и знаете, вызывать положительные эмоции нужно не путем повторения определенных действий, не путем продумывания стратегий, собственно говоря, достижения этого результата, а путем, наверное, в большей степени разнообразия, в большей степени целого раба поступков, действий, деятельности, которые помог бы вашему мужчине чувствовать себя наиболее привлекательно, наиболее полно, наиболее эффективно и так далее. В первую очередь нужно сказать так, что нужно внимательность, чтобы грамотно оценивать поступки мужчины и за каждые хорошие поступки, которые вам нравятся, которые вы считаете достойным, его поощрять. Так мужчина будет чувствовать, что он на верном пути, что он на правильном пути и для него это будет очень хорошим стимулом продолжать свою деятельность в таком-не духе. Дальше, чтобы доставить мужчине максимум эмоций, он должен ощущать, что его женщина им во всем довольна. То есть вам необходимо выранять свое восхищение, показывать, что вы настроены исключительно положительно на все его предложения относительно вас. Это проявляется как в общении, так и в имитивной сфере, так и в сфере досуга, в сфере помощи и так далее. Не стоит скупиться на благодарности, на нежности, на какие-то слова, на похвалу и так далее. Далее. Вы знаете, что мужчина вас, ваш мужчина любит. Вы знаете. И, безусловно, то, что он любит, нужно ему периодически давать. Если вы будете делать это постоянно, то здесь может возникнуть привыкание. И даже самое приятное, самое высокое, самое сильное по удовольствию, значит, действие, может вызывать уже не такой эффект. Поэтому для того, чтобы как можно чаще вызывать мужчине взрыв положительных эмоций, желательно, чтобы это было неожиданно, то, что вы делаете. Это может быть, в принципе, любая мелочь, которая может понравиться мужчине, но именно неожиданность. То есть, неожиданность вызовет самый бурный восторг, если человек, конечно, эмоциональный и, в принципе, склонен к тому, чтобы воспринимать то, что для него делают, именно, вот, в форме взрыва, эмоционального взрыва. А дальше, значит, вы пишете, какими действиями и поступками вызвать у мужчины эмоциональный взрыв. Вы знаете, в процессе диалога мужчина говорил вам, и говорит, и говорил, и будет говорить, что бы он хотел, что ему нравится, что, о чем он мечтает и так далее. И если постепенно вы будете вот это ему предоставлять, то есть то, что бы он хочет, то это и будет, по сути дела, эмоциональный взрыв. То есть, нужно в диалоге выявлять направление желания вашего молодого человека и перед этим направлением самостоятельства. Но, но, не в одном направлении все время. То есть, допустим, ваш мужчина любит, скажем, несколько хобби, увлекается несколькими вещами, так вот, поочередно, что-нибудь из разных направлений периодически можно ему предоставлять в качестве презента. Лучше важно понимать, что далеко не все вы можете сделать для мужчин. Ну, всегда существуют какие-то ограничения, что финансовые, физические, еще какие-то ограничения. В принципе, не так важно. Ограничения есть. Это данность. Так вот. Можно подходить к этому вопросу. Несколько, ну, творчества. Несколько раз, там, креатива. Вот, допустим, мужчина говорит, я хотел бы иметь, там, скажем, какой-нибудь дом, там, или, какой-нибудь вещь, большую вещь, в смысле, там, не знаю. Недвижимость и так далее. Вы знаете, что это человек получить сейчас не может. Вы, соответственно, тоже не можете это ему сейчас дать. Но ведь можно мелочью показать, что вы помните о желании человека, что вы знаете о нем, что вы стремитесь, чтобы человек этого добился. И, например, если речь идет о доме, скажем, мужчина может выразить желание, скажем, жить в деревянном доме, классический деревянный дом, да? За место, скажем, в квартире, в многоэтажке. Вы, соответственно, что делаете? Вы не можете дом мужчине, да. Ну, вы можете заказать, собственно говоря, модель деревянного дома, который будет, ну, как сувенир напоминать мужчине. А помню, что вот он, кто-то стремится. Чтобы он не забывал. Он помнил, что мечта осуществим, это будет своими видео и предложат. То есть, в том, что вы не можете сделать, вот то, что вы не можете осуществить буквально, собственно говоря, нужно подходить к переносному смыслу и играть с контекстом. И вообще, знаете, играть с контекстом, то есть, вот, как бы символ, это на самом деле даже более эффективно для эмоций. Чем непосредственно исполнение желания человека. Дальше. Это мы говорили про предпочтение мужчины, вот, непосредственно, в отношениях, да, во взаимодействиях с вами, подарок и подарки. Но мужчина может быть и из своих собственных желаний. То есть, ему может чего-то хотеться для себя. Допустим, как-то вот, касаемо быта, касаемо, что-то такое. Все это вам необходимо учитывать. Все это вам необходимо, как бы, впитывать в себя. И стараться постепенно, еще раз говорю, постепенно реализовывать. Потому что, если будете реализовывать это быстро, если будете реализовывать это стримительно, то можно начать ничего. В основном, приключение, привыкание и, собственно говоря, балование мужчины. А баловать мужчину, ну, не самый лучший вариант. Поэтому, к эмоциональному взрыву подходить нужно аккуратно и грамотно. И не стараться часто его вызывать. Но, точно, точно. Прямо, прямо в цель. И тогда, даже если это будет, ну, не такое редкое явление, то, по крайней мере, мужчина это запомнит. У вас есть, собственно говоря, выбор. Этот выбор, он, заключается вот в чем. Вы пишите, что как можно чаще вызывать умышленные дребы положительные эмоции. Но, при этом, вы забываете одну такую вещь. Что любая эмоция, эмоция радости, восторга и т.д, она одинакова по своей сути. То есть, что бы ее не вызвало, эмоция, эмоция в своем проявлении, то, как человек это ощущает, она одинакова. И, как, вот, человеческое сознание адаптируется к любому изменению, на уровне чувств, на уровне, там, осознания и т.д, так и здесь. Человеческое сознание адаптируется и к восторгу тоже. И, если вы будете вызывать часто эти эмоции, то человек привыкнет. Поэтому, не нужно вызывать сердечком. Часто у человека взрыв эмоций в семье. Это не пойдет на пользу. Вам, потому что вы будете все время думать о том, как человека порадовать. Это, это не только напоминает, знаете, работу обязанных, долг, чем желание искреннее. И, собственно говоря, каждое такое проявление станет, будет отдельным событием в вашей жизни, в жизни вас собой. Что и даст возможность мужчине по достоинству оценить каждое из них, чтобы они не сливались с его сознанием в одно. И мужчине будет вдвойне приятно, если он будет знать, что вы делаете это только для него. То есть, если он будет иметь в виду, что к другим людям вы относитесь довольно-таки осторожно, вы там никому просто так подарки не делаете, что подарок для вас, значит, очень сильного личного привязанного, симпатии и так далее. То есть, чтобы в сравнении мужчина понимал, что он для вас вот единственный любимый человек. И что для вас, в принципе, не смойственно делать такие вещи, но именно вот благодаря тому, что мужчина вас разбудил, мужчина вас пробудил, вы осуществляете такую деятельность ради него. Само это знание и грамотное преподнесение этого факта, а преподносится на нас уже через отношения с другими людьми, вы способны вам несколько раз усилить настройку мужчины от того, что вы для него делаете. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, я вам помогу. Если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.